Итак, сейчас, ребята, хочу пояснить участникам школы, как будем поступать. Отлёгся немного, поэтому, возможно, сначала начну. Значит, ребята, смотрите, нам сейчас надо понять алгоритм, как мы будем работать. Нам надо въехать в метаклассы. Сразу скажу, допустим, такие фреймворки Django, Flask используют в полную меру метаклассы для того, чтобы... Что действительно в Django происходит такая магия, как мы видим, да? Но всё это работает в фоновом режиме, мы этого кода никогда не увидим. Он просто делает для нас то, что делает. Поэтому метаклассы мы будем понимать. Но сейчас это видео я хочу посвятить, как мы к ним будем подходить. А потом уже начнём расширяться. Смотрите, как будем подходить. У нас стоит два вопроса. Два вопроса. Сейчас, простенько. Значит, первый вопрос. Это метапрограммирование ООП. И второе, это обычное ООП. Значит, обычное ООП мы давно подошли и работаем с ним. Но сейчас, как вы видите, ещё раз напоминаю, те рубрики, которые я создавал, то есть всё мы видим с двумя нижними подчёркиваниями, то есть вот эти встроенные методы Python, их надо как-то изучать. С другой стороны, нам, мы поставим себе задачу. Сейчас попробую нарисовать ещё. Вот смотрите, сначала поясним. Вот это у нас, нам надо метапрограммирование и обычное программирование ООП. То есть получается у нас как бы сравнение, мы понимаем, как это работает. Дальше. Точка входа, это и есть код. Сейчас я её покажу. Подробное изучение методов с двумя нижними подчёрками. Здесь применение. Применение, понимание и применение. Так вот. Вот таким образом мы поступим сейчас. Сейчас, 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 секунду. Грубо говоря. Заначало возьмём точку отсчёта следующую. То есть код я сброшу, будем поступать из трёх шагов. Итак, шаг номер один. Шаг номер один. Мы пишем класс. Теперь, ребята школы, обратите внимание, что в обычных классах ООП здесь либо обжиг, либо ничего. Здесь мы видим тип. То есть, ребята, вы помните, наверное, что я не зря вам задал, чтобы понимать глубоко, надо предыдущее домашнее задание как выполнить. Теперь вам будет понимание, да, что тип, то есть надо разобраться, откуда ноги растут у метапрограммирования. Именно разобраться с типом и перечислить методы, которые участвуют, да, при создании. Это домашнее задание, которое вы выполните, и дальше пойдём. То есть, следующим шагом, вот в этом, когда мы описываем сам класс мета, мы будем писать метод. Это в данном случае он простой. Но именно так мы будем писать метод, добавлять, допустим, индивидуальные последовательности, там, рефлексия, интроспекция, контекстные менеджеры. Грубо говоря, будем писать это как метод. В следующем классе мы будем, то есть, в следующем методе мы будем вызывать уже сам мета-класс. То есть, где мы будем определять, что в данном случае шуль-пайтон, то есть, будет присутствовать в каждом классе, который, экземпляре класса, который мы будем создавать. Это разобрались. И далее второй шаг, ну, грубо говоря, это уже не второй, а мы соберём наш мета-класс. То есть, уже собираем, где указываем, что автоматом запускать шуль-пайтон, то есть, класс, который мы писали. И как вы понимаете, то есть, при изучении он будет у нас постоянно изменяться. И далее мы создаём экземпляр класса и видим, что, как в данном случае, это отрабатывает. То есть, созданный нами экземпляр класса YesYes, который запустил метод класс автоматик. И мы, так как мы видим текст в данном случае, то есть, при создании экземпляра сразу же запускается метод, который присущен нашему классу, от которого всё наследуется. Так вот, хочу обратить внимание, что, как вы видите, здесь и нет-нету. Значит, вторым шагом, если мы откроем нашу схему, чтобы у нас было действительно хорошее понимание, а в обычном ООП мы уже неплохо продвинулись, да, То есть, то же самое и с использованием этих же методов мы будем писать Мы будем писать и в обычном стиле ООП с использованием init Тогда будет набиваться хорошо глаз, набиваться рука, потому что И почему я говорю, что с мета-классами начнем именно с этого По шаблону вначале, да, чтобы набить руку по методам Потом уже начнем вправо-влево расширяться Но, по крайней мере, у нас будут основы использования мета-классов Чтобы было понятно, кто, если кто-то первый раз смотрит То есть, мета-классы, это которые могут и создавать, и изменять другой код При помощи чего и творится магия Python И, по сути дела, везде мы будем использовать методы с двумя нижними подчеркиваниями Таким образом мы все их пройдем Сколько там, у меня 13 категорий получилось И у нас будет уже понимание и применение То есть, вот этот замысел уловили Таким образом, подчеркиваю, важно задание Домашнего задания, то есть, то, которое я задал В мета-классах надо понять, откуда ноги растут Разобраться очень хорошо с типом, да С типом, и там, как я сказал, 4 метода Я далее подскажу, вы главное делайте Первый будет понятно init, будет там new метод А потом еще два При этом, ребят, смотрите, повторюсь Но архиважно Ведь когда мы с вами Реализовал это Сергей Асач, я видел Вот Было домашнее задание по методам построения инициализации Их тут три Он великолепно справился То есть, там init, new, del, да То, понятно, самого Если init, как я говорю, мы применяем в ООП постоянное В принципе, в школе люди уже с этим на раз справляются То метод new, по нему остается куча вопросов Поэтому, когда мы затрагиваем именно То же мета-программирование То, по сути дела Мы вынуждены То, что я сказал В домашнем задании То, что я сказал в домашнем задании То есть, мы начинаем вытаскивать А как же работает метод new Да, то, что он делает Потому что действие new, как мы видим Открыто, вот в тех же мета-классах В данном случае мы init не писали Мы видим немножко другие здесь методы В итоге, заострю внимание По сути дела Грубо говоря Если мы будем писать Вот этот алгоритм, как я сказал Это только точка входа в мета-классы Дальше мы будем расширять Но когда мы будем писать как метод Смотрите Как метод Это важно сейчас Как метод мы пишем Один из новых методов с двумя нижними подчеркиваниями То есть, изучаем его применение Другим шагом И пишем дальше мета-класс, который применяет этот метод на автомате Другим шагом Тот же самый метод пишем Но в обычном OOP Да, когда код автоматом не создается По сути дела мы закрепляем этот метод По сути дела, когда мы работаем и с обычным OOP И с мета-программированием У нас появляется разница То есть, а при разнице всегда видно Как работает одно либо второе То есть, мы начинаем понимать Всегда надо Учитывать какую-то разницу Чтобы Это мозгу привычно Жарко, холодно И так далее, и так далее То есть, мы привыкли на разнице воспринимать этот мир Я надеюсь, идею поняли Все, участники школы могут закрывать видео Далее Информация для тех, кто начал только с этого видео Так, ребята Вам, возможно, непонятно Это видео я писал для участников школы Чтобы немножко еще направить Значит, теперь по школе Начало программирования Python OOP Начинается На сайте spb-tut.ru Вы покупаете пожизненный доступ И здесь есть Вы получаете, само собой, доступ к курсу К тому же Python с нуля Где дети, понимая, шести лет К урокам Django Основное обучение идет по видеоурокам По сути дела Вот вы зашли в кабинет В кабинете есть значки И хитрость здесь никакой не надо Нажали на значок Пришли к урокам То есть ориентироваться с кабинета Нажали на значок Пришли к урокам Прошли все уроки Прошли все уроки Значит, Python Это для новичков То есть, грубо говоря, познакомились И у вас наступит такой момент Исходя из практики Пока вы делаете урок Вроде понимаете Как только садитесь писать Сами код Ну не можете писать Ребят, это нормально На первом этапе Что делать, чтобы быстрее начать писать Полноценно Значит, ранее в школе Было сделано так То есть, по сути дела Оно великолепно работает Вы переходите план И начинаете по плану работать Допустим, с фреймворком Джанго Да, то есть Мы уже в школе Пишем сейчас Я показываю уроки И те же социальные сети Как писать То есть, с фреймворком Джанго Тоже там с нуля Ну вот Здесь получалась все равно Незадача Определенное время Так, сейчас, секундочку Вот смотрите Грубо говоря Вот вы начали изучать Python Да, прошли уроки Понимаете Типы данных Списки Словари Смотрите урок Все понятно Закончили смотреть урок Применять Не знаем как Так вот Это у нас есть первый этап Да То есть Это и есть первый этап А вот здесь Отметим В общем этап Когда вы просто Уже пишите код И вам не важно Библиотека Пишите код Да То есть Программируете Абсолютно любые вещи Я здесь не сказал Что вы знаете Просто Я хочу заострить внимание На том Что Программировать Это не Не значит Все знать Например В Python Более миллиона Я помню Было на 2009 год А сейчас больше Более миллиона Разработчиков Куча библиотек То есть Пять жизней не хватит Смысл говорит В том Что вы пишете код Это говорит о том Что Вы Способны Понимать Ядро Python То есть Что такое Ядро Python Запишите себе Я уже не буду Сейчас Время То есть Вы понимаете Типы объектов Вы понимаете Основные концепции И вы Понимаете Как работать С ООП ООП для вас Должно стать Основой Почему Потому что Все библиотеки Написаны в стиле Объектно-ориентированного Программирования Если вы Смотрели это видео Сначала Я так думаю Смотрели То Мы пошли В мета-классы Мета-классы Методы С двумя нижними подчерками Чтобы поступаться Развивать это И так далее И так далее То есть По сути дела Грубо говоря Что это значит Это значит Что вы Можете открыть Любую библиотеку И спокойно По документации Разобраться Как с ней работать По тем же примерам Начать работать Сходу То есть У вас Внимание На само Понимание Пайтон Не отвлекается Вы Это понимаете Изначально Ну К примеру К примеру К примеру То есть Вы открыли Вам четко Понятно Что Вы посмотрели Как добавляются Поля Вы уже считали Что это Картеш То есть Поняли На сам Пайтон На его Синтакс На его Понимание У вас Уже Отличения Нет Вы просто Смотрите Как работать С Джанго В данном случае Мы добавляем Поля Для выбора Сейчас это Не так важно Просто надо Уловить Смысл Так вот Это Очень хорошо Работало То есть Человек Изучал Джанго И Спокойно Учился Программировать Но Все таки Когда Полностью Был Убран Этот Пробел Давайте Попробуем Добавить Еще одну Вещь Ладно Я сейчас Две Вещи Значит Вещь Номер Один То есть Здесь Добавим Три Промежуточных Шага Раз Два Три Ну Получается Так не очень Но смысл Все равно Будет понятен Значит Смотрите Это как раз Хорошая Видеоинструкция Для новичка В школе Первый шаг Вы прошли Уроки Для новичка Все Прошли Отлично Второй шаг Второй Шаг Второй И третий Могут Происходить Совершенно Одинаково То есть Шаг Номер Два Это чистый Да Мы напишем Чистый Пайтон В чем Заключается И как я Рекомендую Вот вы Проходите Уроки Ну во первых Откуда Начинать Жанга Здесь Когда мы Затронули Классы Вы поймете Но Вы дошли Конечно Начать Можно с того Когда вы Только прошли Функции Вот как Только Функции Прошли Может Изменяться Внешний Вид кабинета Но В любом Случа Останется Практика Python ООП Потому что Начинается Не с классов А с функций Начинаете Делать Этот раздел Кроме Видео уроков Ребята Я объясняю Это не Видео уроки Это уже То что Вы делаете То есть Изучаете Чистый Код Здесь Все Расписано То есть Дан Раздел На раздел Группы Здесь Люди Уже Проделали Вы Здесь Задаете Вопросы И здесь Пишите Код Ну Уже Просто Тренируетесь Пишите Код Мы разбираем Здесь По функциям Мы разбираем Здесь Все мелочи То есть До вас Начинает Доходить Язык Изнутри Но пока В таком Вот Несложном Виде По сути Дело Где-то Обсуждение Уроков Когда Я рекомендую Не смотреть Ответы А дело Самому Что Непонятно Спросите Я Или Другие Ребята Вас Направят Но В любом Случае Вот этот Шаг Надо Делать К чему Он ведет Ребята Он ведет К тому Что вы Действительно Будете Видеть Ну Вы Начнете Видеть И считывать На автомате Что Вот это Например Список Это Строки То есть Вы Начнете Понимать Написание Тех же Представлений Хорошо Да Те же Представления Будете Понимать Уже Хорошо Для вас Будет Понятно Что Есть Что Что Где Атрибут Что И Как Работает Теперь Дальше Давайте Добавим Еще Один Шаг Это Третий Который Ведет К Настоящему Коду Вот Чем Он Заключается Вот Он Заключается В чистой Практике То В данном Случае Мы Берем Фреймворк Джанго Куда Он Делся Этот Джанго Мы Не Знаем Сейчас Мы Найдем Его Обязательно То есть И Работаем С Джанго Зачастую Я Слышу Такие Вопросы А Можно Ли Изучать Джанго Не Изучая Python Ребят Нельзя Да По Одной Простой Причине Если Вы Это Будет Не Строка А Просто Забыл Верхнюю Кавычку Поставить Но Это Будет Звучать Глупо И Вы Просто Будете Путаться Python Обязательно Изучать Так Вот При Этом Само Программирование По сути Дела У вас Начинается С того Момента Когда Вы Начинаете Писать Приложение То Есть Вот Пошло Первое Приложение Вы Начинаете Считайте Пошел Отчет Вашего Программирования Мы Рассматриваем Жанга Вы можете У нас есть В школе Ребята Которые Работают Допустим Спайк АТ С Разными Библиотеками Просто Веб Это Очень Важно Когда Вы Есть В Интернете То Доступно Другим Людям Это Первое Что Надо Понимать Но Как Вы Видите Есть Еще Один Четвертый Шаг И Он Архиважный На Него Даже Участники Школы Не Все Обращают Внимание Ребята Если Вы Заметили Мы Его Напишем Самым Наверное Жирным Есть Такое Понятие На Отличиях То Есть По сути Дела Изучая Пайтон Вот Те Шаги Которые Мы С вами Здесь Описываем Здесь Мы Напишем Уже Программирование Третий Шаг Да А вот Четвертый Шаг Это Изучение Двух Языков Два Языка При этом Я Предвижу Ответы Новичков Сам Начинал В 2009 Году И Примерно Будет Ответ Следующий Вох Тут бы Хоть Один Язык Выучить Ребята Неверная Постановка Вопроса Почему Или Второй Язык Ну Ладно Опустим Это Пока Значит Смотрите Зачем Изучать Два Языка Как Как Только Вы Пока Вы Изучаете Один Язык У вас Сравнивать Не с чем Я Рекомендую Изучать По крайней Мере Один Язык С динамической Типизацией Как Python Второй Язык Который Я выбрал Это Kotlin И тот И тот Язык Полностью Применимый Что такое Полностью Применимый Объясню На своем Примере Мой Первый Язык Программирования Был C Я его Почти Забыл С 2009 Года Я его Ни разу Не применил Но Не надо было мне Потому что Допустим Я занялся Джангом Зачем мне C То есть По сути дела Если бы я Писал Библиотеки Писал бы Например Драйвера Там Для Для компьютера То C Мне бы Понадобился Но мне Это не лежало В моей Области Интересов Моя Область Интересов Это приложение Для пользователей И наверное Ваши Чтобы вы Могли зарабатывать Деньги Делая Приложения Совершенно Разные И Облегчать Жизнь Пользователям Правильно Ну Кто У кого-то Свои Я просто Озвучил Свои Так вот То что касается Python Это работа Джанга Работа Любой Северной Частью Работа С граффич То есть Мы начинаем Применять Сразу И живем Этим Каждый День Kotlin Также Язык Программирования Который Включен Официально В Android Студия Kotlin Это Тот же Java Только Простой Работает Так же По сути дела Kotlin Перегоняется В Java Java В Kotlin Вот Код На Kotlin Одна строка Вот 40 строк На Java Но Тем не менее Все равно Изучая Kotlin Вы начнете Подступаться К Java Потому что Ну приходили Ребята Вот и последнее Время Говорит Вот Пытался Нахрапом Взять Java Это Совершенно Бесполезно Нет Ну Не буду Развивать Дискуссию Для споров Но Java Надо изучать На зрелые мозги Что такое Зрелые мозги В программировании То есть Основные Аспекты Программирования Это понимание Переменных Понимание Типов Объектов Понимание Функции Понимание Как работает ООП У вас уже Должно быть После этого Вы можете Смело изучать Java Но мы Сначала Лучше изучать Kotlin Так как Мобильные приложения Сегодня Век Мобил Ребята Заметьте Вы же смотрите Телевизор Все что в жизни Не происходит Да Практически Превращается В мобильное Приложение То есть Изучая Python И Kotlin Вы Хапаете Два рынка Ну Может не совсем Красиво Но это так То есть Python Вам дает Мощную Серверную Часть Например Instagram Мобильная Часть Написана Java А серверная Часть На Python Python Вам даст Работать С блокчейн И довольно Просто И Kotlin Даст С блокчейн При этом Kotlin Кардинально Отличается От Java Тут Исправлены Ошибки Например Я Все предыдущие Годы Не мог Себя Сдвинуть Java Да Он самый Популярный Язык Но мне Он был После Python Неинтересен То есть По сути Дело Многие люди Ведь изучают Java Они даже Не понимают Ни ограничения Java Не понимают Зачем Изучать Если допустим Вы изучаете Python Изучили Django У вас ButSite Вот вы Сейчас На сайте Находите Он На Django Да И по принципу Написал Забыл То есть Работает Стабильно Если Вы допустим Собираетесь Писать Вот такие Примерно Программы Как JetBrains То есть Java Здесь идеально Подходит Но вы Не сунетесь Java Не в серверную Часть Толком Никуда Почему Потому что Java Не может Определять Ошибки Которые Смотрите Java Приложение Пока Компилируется Все Работает Значит Как только Реально Начала Работать Программа С пользователями Бац И она Зависла Почему Потому что У Java Не было Возможности Он не знал Что делать Когда Не получены Данные И там Есть Мы изучали Самая частая Ошибка То есть По сути Дела Может быть Начнут Ругать Меня Сейчас Тех Кто изучает Java Ребят Я же Не против Вас Я знаю Что Вы Скажете А мы Залезем В логи Ну и Лазите В логи А я Считаю Надо Делать Как в Python То есть В Python Можно Предусмотреть Все ситуации И уже Заранее Указать Что делать Так вот Ребята В Kotlin Это Исправили То есть А кто Исправил Понятно Если Вы знаете Такие Программы Как Android Студия Теперь На этапе Уже Компиляции Мы можем Увидеть Ошибки Которые Присли Ну Могут Произойти Поэтому Kotlin Вышел Уже На уровень Как Python Можно И Веб Программирование По сути Дело Получается С Kotlin Мы можем Применять Любые Библиотеки Java Писать Серверную Часть Но Конек Его Мобильные Приложения Круто Ребята Ладно Рассказал Отлегся Но Зачем Нам Нужен Kotlin Ребят Вот тут До новичка Сейчас Будет Важная Информация И вот Она В чем Заключается Смотрите Два Языка Зачем Нам Изучать Два Языка Запишите Пожалуйста Это Потом Обдумаете Значит Ребят Смотрите Пока Вы Повторюсь Пока Вы Изучаете Один Язык То У вас Нечем Сравнить Да Вы Понимаете Что Такое Классы Но Вы Не Можете Залезть Внутрь Например Изучая Один Python Python Это Язык Динамической Типизации Он Половину Скрывает Мы о типах данных Вообще Не задумаемся Но Как Только Мы Начинаем Изучать Kotlin И Вот Что Начинает Происходить Начинает Происходить Следующее То Есть В Kotlin Мы Также Пишем Переменные Только Они Тут Просто Различаются Изменяем И Не Изменяем Мы Также Пишем Типы Данных Да Если В Python Они Динамически Определяются То Здесь Мы Указываем Хотя Kotlin Тоже Динамически Определяет Типы Но В Kotlin Допустим Мы написали Стринг Это строка Но В Python Тоже Есть Строка По Разному Записано Всего Лишь Но Приходит Осознавание А вот Тут Так А вот Там Мы Начинаем Работать С функциями И там И там И Получается Как бы Совершенно Противоположное То есть Язык Со Статической Типизацией Записывает Весь Код По Одному Язык Динамически По Другому Очень Большая Разница И На Этой Разнице Мы Начинаем Четко Понимать Язык Это Шаг Один Четкое Понимание Языка На Разнице Второе У нас Наконец Таки Начинает Сниматься Барьер Помните С чего Я начал Видео Я начал Видео С того Что Сказал Когда Новичку Скажешь Что Учи Два Языка Он Скорее Всего Возразит Хоть Б Один Выучить Ребят У вас Стал Барьер То есть Программистам Полноценным Вы не станете Почему Пока Пока Не дойдете До этого Рубежа Если Вы заметили Все Программисты Могут писать Абсолютно Любых Языках И Вы Часто Читали Что Человек Вот Википедиях Да То есть Вы видите Краткий Перечень Языка Для Программиста Этого Достаточно Почему Потому Что У него Нет Барьера А Как Работает Другой Язык По Сути Дела Программисту Достаточно Посмотреть Функции Там Какого Они Уровня Как Определяются Перемены И Он Уже Пишет Так Вот При Изучении Двух Языков У вас Этот Барьер Снимается А За счет Чего Он Снимается Ребят За счет Того Что У вас Появляется Такое Такое Понятие Как Я не знаю Как это Назвать Это У нас Есть Ситушкин Вот Он Так Назвал Вот Как Он Выразился Ну Я Видел Что Он Начал Изучая Коджин Но Он Начал Писать Программу На Java И Вот Он Пишет Сообщение Что Ага Я Я В Python Звучал Строки Я знаю Что У меня Строка И Я Понимаю Что В Java Должна Быть Строка Но Там Это Не строка А массив Строк И Он Конечно Его Легко Находит То Есть Что Такое Осведомленность О языках Изучая Несколько Языков Вы Наконец Начинаете Понимать Что Все Языки Практически Похожи Что Значит Похожи Да Каждый Язык Имеет Переменные Каждый Язык Практически Который Мы По крайней Мере Изучаем Имеет Функции Каждый Язык Который Мы Изучаем Имеет Объект Ориентированный Подход Программирования То Есть Все Операции Исходные Все Операции Для Как Правильно Сказать Для Всех Языков Одинаковые И Вы Не Тратите Время На Другого На Понимание Другого Языка Когда Вам Понадобился Вон Сейчас Я Кое Что Найду Еще Чтобы В чем Там Разобраться Почему Потому Что Вы Это Знаете Например Я Часто В школе Заостряю Внимание На Таких Вещах Простых Как Та Ж Инициализация Я Написал Разберитесь Сразу Сообщение Что Это Такое Потому Что Инициализация То Есть Инициализация Объекта И Вот Разобрались Есть В каждом Языке То Есть Это Общее Понятие Для Всех Языков И Оно Вас Понимать Весь Процесс Той Инициализации Он Одинаков Во всех Языках Вот Зачем Изучать Два Языка Вот Когда Вы Начинаете Изучать Два Языка То По сути Дело Вы Начинаете Осмысленно Понимать А что В себе Содержит Язык И По сути Дело Я Уже Заканчиваю Вот Был Ваш Первый Шаг Вот Ваш Последний Шаг Когда Вы Пишите Код На этом Несколько Языков Мы Пишем На тех Фреймворках Программы Библиотеки Которые Нараются Мы Способны Легко Въехать В любой Другой Язык И начать Писать На нем Короткие Сроки И мы При этом Можем Быстро Разорваться С любой Библиотекой В том же Python То есть По сути Дело Это и есть Настоящий Программист Который Может Пользоваться Справкой Понимает Сные понятия Может писать Получать Результат Так вот Для этого В школе Включены Еще Три Шага Раз Два Три Мы С вами О них Как раз Говорили Поэтому Отмотаете И еще Раз Прослушаете Зачем Я записывал Это видео Потому что Новичок Как правило Он Дрейфует Вот это Видео Вам Что я Буду Делать Чтобы Писать Реально Вот Вам Этих Три Шага Выполните И вы Будете Писать Реальный Результат Да Без Проблем Видимо Сергей Асачий И есть Другие Ребята Пишут На двух Языках В течении Пол Года Ребята Это реальные Люди В школе Пол Года Пишут На двух Языках Я сейчас Не нашел Комментарий Но скорее Всего Вы Найдете Комментарий Вот в этом Разделе Почитайте Хотите Стать Программистом Читайте Да Тут Я собрал Статьи Разные А я Уже Заканчивая Скажу То есть Еще раз Проговорю Для новичков Ребята Чтобы вы Не дрейфовали После этого Видео Вы должны Четко Себе Составить План Что вы Будете Делать Я буду Работать В таком В таком И в таком Направлении Как мы Разговаривали И будете Писать Вот вам Все Просто Все Ссылки В описании Видео Спасибо За доверие Все Получится Начало На сайте spb-tut.ru